Вместо занятий полезный труд на свежем воздухе. В городской парк дружно стягиваются отряды молодежи, студентов структурных подразделений Щелковского колледжа и филиала Красногорского колледжа. Задача у них насколько простая, настолько и важная – собирать опавшие листья. Представьте, сколько в парке деревьев. И нужно, чтобы как можно меньше листвы ушло под снег и сгнило. Операция так и называлась – листопад. Уроки они не прогуляли. Это вот как раз урок труда. Когда они занимаются трудом в нашем родном парке, они здесь живут. И поэтому выбираются, готовятся и занимаются благоустройством парка у своего родного места, где проживают. Акцию организовали Комитет по физкультуре, спорту и работе с молодежью, Комитет по культуре и туризму и администрация парка. Последняя и определила ребятам фронт работы. Убрать листву предстояло на знаковых объектах городского парка. Главная аллея – в волейбольных площадках и на территории детского городка «Сказка». Объем работы сегодня, его трудно оценить. Но вот считайте, что если у нас здесь порядка 15 гектаров земли, то мы сегодня набираем порядка 2 гектаров земли от листьев. Юным помощникам заготовили 60 грабель, 30 метел, 100 пар перчаток и две сотни 120-литровых пластиковых мешков. Мешков едва хватало, наполнялись они очень быстро. А студенты еще и успевали смайлики из листвы на земле выкладывать. Силами неутомимого паркового мини-трактора мешки свозились на специально отведенную площадку, где и утилизировались. По словам директора парка, если бы не студенты, листву убирали бы сотрудники парка. Но их всего несколько человек, так что вышло бы это в разы дольше. Мы каждый день убираем, но такой объем работы сразу выполнить. Видите, вот у нас листва падают. Мы не можем. Поэтому опять-таки большое спасибо и благодарность большое. И еще стоит добавить, что студенты Щелковского колледжа готовятся к сдаче норм ГТО – Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Как видно, к труду ребята уже готовы. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо. Спасибо.